Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Доверяете ли вы Богу? Доверяете ли вы в том, что Он ваш Избавитель? Или же надеетесь на других людей, на другие вещи, чтобы получить безопасность? Нам надо что-то понять, и это суть того, что мы изучаем в 11 главе книги Даниила. Когда мы делаем своим основанием самого Бога, когда мы строим на этом основании, на истине Божьей, на Его воле, когда это основание нашей жизни, только в этом случае мы получим победу. То есть мы переживаем полноту спасения. И я надеюсь, что это послание — принцип, который вы знаете очень хорошо. К сожалению, мы видим, что Израиль испытывает борение в вере. Ему трудно верить в верность Бога, в то, что Бог обещал, в Его пророческие истины, о том, что Он обещал произвести в Израиле. К сожалению, трудно сынам Израилевым верить в верность Божью. В одном смысле, мы все время от времени боремся с сомнениями. Но вот, что сделает Бог в последние времена. Он поместит Израиль в такую ситуацию, в которой Он поймет, что Ему некому доверять. Ему не к кому обратиться, нет кого ждать помощи, кроме как от Бога. Именно в то время Бог откроет небеса. Мессия вернется, Израиль посмотрит на Него и поймет, что Тот, кого большая часть Израиля отвергла, на самом деле есть их Спаситель, их Избавитель, Царь Царей, Господь Господствующих. С этими словами возьмите свои Библии и откройте вместе со мной 11 главу книги Даниила. На прошлой неделе мы остановились на еще одном конфликте между этими двумя империями, двумя царствами, известными как Северное Царство и Царство Южное. И я упомянул вам, что Израиль постоянно будет между молотом и наковальней. И читателю из этого надо понять, что в Израиле великая нестабильность, дела идут нехорошо, он вовлечен в этот конфликт, он сильно страдает. И единственный, кто это изменит, Мессия Иешуа. Истинный Мессия, который вернет Израиль к Богу через покаяние и через евангельское послание. Что ж, как я сказал, посмотрите вместе со мной место, на котором мы остановились на прошлой неделе. У них Даниила 11 глава. Мы увидели, давайте начнем с 13 стиха. На прошлой неделе мы прочли, что Царь Северный вернется, и он соберет великое множество, больше, чем когда он это сделал в первый раз. И когда это произойдет? В конце времен лет. Что значит, в последние времена. «Царь Северный придет с великой армией и великими ресурсами». Это значит, что он готов к победе. 14 стих. «И в те дни многие станут царем южным». Это значит, «Мелех, Негев». Это южное царство. Мы увидим, что многие, и среди многих, кто станет с ними, я понимаю, что многие Библии переводят как «против», но это не соответствует контексту того, что сказано после. Многие станут с царем южным в свете того, что приближается с северный царь. «И мы сказали, что будут мятежные из сынов народа твоего». Это значит, что часть еврейского народа в то время будет вместе с южным царем. И это, как мы говорили в конце нашего занятия на прошлой неделе, это обычный образ поведения для Израиля искать помощи у Египта. И так он и сделает. А почему он так сделает? На этом мы закончили на прошлой неделе, чтобы ему подняться и исполнить хазон. Видение. Какое видение? Чтобы Израиль мог стать царством. Они верят, что таким образом исполнится воля Божья. И это проблема. Привести Израиль к царствию как? Через союз с Египтом. И дело вот в чем. Нет ничего дальше от истины, чем это решение. Это неверное решение. И какая последняя фраза в 14 стихе? И они падут. Почему? Потому что это видение установления царства Израильского не будет исполнено через доверие южному царю и через его помощь. Посмотрите, пожалуйста, 15 стих. «И царь северный придет и устроит солейла». Вал. Насыпь. Смысл в том, что устроится осада против города. Он устроит вал, чтобы преодолеть стены. этот вал, эта насыпь, устраивается, как я сказал, когда бегут города. Тут сказано, что он сделает так, и он овладеет. Середина 15 стиха. Он овладеет укрепленным, сильным городом. И мы видим здесь, что эти силы, вооруженные силы юга, его отборные войска не устоят. Это значит, что большинство отборных войск юга из этого союза тоже не смогут устоять. И тут сказано, посмотрите, конец 15 стиха. «Не достанет силы противостоять». Вот что мы видим здесь. Триумфатором стал северный царь. Но заметьте вот что. Никогда эти победы не длятся долго. Это такая уникальная особенность в 11 главе. Как только царь подумает, «Я победил», «Я разгромил всех своих врагов», «Я могуществен», сразу что происходит. Он теряет победу. И какое тут послание? Оно разочаровывающее для него. И он имеет такую особенность. Как я, одержав победу, «Не могу овладеть ею полностью». Я победил все эти народы, Южное Царство и многих союзников Южной Империи. Северный Царь победил, но мы увидим, что его победа не произвела желаемых результатов, таких, как он думал. Почему это? Вы можете иметь весь земной успех, но он не приведет вас туда, куда вы надеялись прийти. Не будет у вас тех чувств, что вы надеялись иметь. Нет. Чего бы вы не достигли в этом мире, оно не удовлетворит вас и не совершит для вас того, что вы ищете. Потому что все, что может предложить этот мир, это фальшь, обман. Только обетование Божье, благословения Божьи дадут вам истинное удовлетворение, и благодаря им вы почувствуете то, что хотели почувствовать. А чувства эти приведут вас к тому, что вы будете хвалить Бога и поклоняться Ему самым мощным образом. Итак, в 15 стихе мы читаем, что никто не может устоять против северного царя, не достанет силы противостоять. Но посмотрите 16 стих. «И он сделает этот, который приходит, он сделает с ним, что хочет». То есть, будет тот, кто придет, и он будет делать с ним, северный царь сделает с ним то, что пожелает. И заметьте что-то еще. Никто не устоит перед ним. У него будет абсолютная власть, и он что-то сделает. В то время он будет стоять на прекрасной земле. Что это значит? Вот что Писание старается донести до нас, что тот, кто придет, этот царь северный, он одержит великую победу. И эта победа даст ему ободрение, побуждение сделать что? Писание говорит, что он придет в Эрец Цви. Что это? Прекрасная земля. Все ученые согласны в том, что эти слова относятся к Израилю. И это дает нам великое откровение. Почему? Потому что его цель разрушить Израиль. Почему? Потому что мы видим, что он, что северное царство, это царство, из которого придет Антихрист. И в конечном итоге он захочет разрушить цели и планы Бога. Он не хочет, чтобы царство Израиля было установлено. Он хочет своего царства. И вот, что мы читаем здесь. Снова посмотрите текст. Середина или буквально в конце 16 стиха. Он станет в прекрасной земле. Для какой цели? Он думает, что в его власти разрушить. Так что он хочет положить конец тому, что Бог строит. 17 стих. И вознамерится войти со всеми силами царства своего, с великой агрессией или великой силой. И тут сказано «И с теми, кто захочет быть в согласии с ним». Это значит, что он придет с соглашением. Вот о чем говорит здесь текст. Это слово похоже на то же самое, но имеет другую форму. Но если обратиться к 6 стиху, помните 6 стих, мы что-то увидели там. Мы видели, что Южное Царство по причине силы Северного захотело заключить договор, союз. И мы видим, что они послали дочь царя, чтобы заключить соглашение. То же самое и здесь, чему Писание учит нас. Просто вот чему. Оно учит, что Антихрист, и мы это увидим, позже в нашем изучении, ему незачем наносить поражение Израилю, в смысле разрушать его полностью. В конечном итоге он этого захочет. Почему? Потому что израильтяне не согласятся с ним. Позвольте мне поделиться с вами чем-то. Этот вопрос мне задают очень часто, и он такой. Верю ли я в то, что Антихрист еврей? Какое же основание для такого утверждения? Люди говорят, не думаете ли вы, что Антихрист еврей, потому что как же иначе еврейский народ принял бы его? Вот проблема. Это ложное умозаключение. В Писании нет ничего, что указывало бы на то, что Израиль примет Антихриста. Через пару недель мы дойдем до очень ключевой части 11 главы книги Даниила, где упоминается «шикутс ха мэшомэм», то есть «мерзость запустения». И нельзя переоценить, я не могу переоценить то, насколько важно это событие, «мерзость запустения». Через несколько недель мы более подробно поговорим о том, что это такое. Это одно из самых значимых событий, и вам необходимо понимать его, понимать, что это такое, когда оно наступит и что будет потом. И одно из того, что произойдет потом, это следующее, после мерзости запустения. И вот ключевой момент. Когда Израиль отвергнет Антихриста, так что Израиль Антихриста не примет. Почему люди говорят, что примет? Я не знаю. Он отвергнет его, и это отвержение вызовет то, что известно, как Цара Хилия Яков. Скорб Иакова или бедствие Иакова. Израиль пройдет через самое худшее время, и мы поговорим об этом, разбирая 12 главу этой книги. Израиль пройдет через наихудшее время страдания в своей истории, в конце века сего. Почему? Потому что израильтяне отвергнут Антихриста. Обратите внимание на контекст того, что здесь говорится. Нам необходимо уделить внимание всем ключевым моментам. Посмотрите 16 стих. Он захочет стоять в хорошей земле, в земле Израилевой. С какой целью? Тут сказано в руке его унижения или разрушения. То есть цель угрожать еврейскому народу. И следующее, что мы видим, посмотрите 17 стих. И вознамерится прийти с агрессией со всеми силами царства своего. И тут сказано «И соглашение с ним вознамерится сделать». То есть он постарается сделать это соглашение с кем? Тут сказано «И дочь жен». Раши, известный раввинский комментатор, живший где-то тысячу лет назад, он говорит, что «Баат Ханашим» это выражение встречается еще где-то и связано с сынами израилевыми. Вот что произойдет. Мир отдаст Израиль под его контроль. Но тут сказано «Для чего?» «Чтобы ее». Слово здесь «развращение» или «осквернение». В современном языке «шхетут» говорится о развращении, о коррупции во власти. Итак, в мире будет Антихрист. Вот что текст хочет донести до нас. Антихрист, по моему мнению, не достиг полной силы. Мы это позже увидим. Но придет царь из Ханаана, из Северного Царства, он будет в Израиле, и мир с этим согласится ради развращения Израиля. Для чего? Вот послание. Если Израиль далеко удалится от истины Божьей, если Израиль не будет послушен Слову Божьему, тогда Царство Божье не будет установлено. И вот послание. Мир не хочет Царства Божьего. И нам необходимо увидеть основание, чтобы установилось Царство Божье. Необходимо, чтобы Израиль покаялся, чтобы он вернулся к Богу от всего сердца в вере. В конечном итоге, так это и будет. Когда? Во время Второго пришествия. Но описываемые события происходят до него, в последние времена, и цель их духовное расположение Израиля. Вот что тут сказано. Но как не состоялось соглашение в шестом стихе, так не состоялось и это. Посмотрите, что тут сказано. И это не состоится, и она не будет к нему. Важная фраза, где говорится «Ве лоло тихье». Первое «ло» ламет а лев, и значит «нет». Второе «ло» ламет вав, ему. И дальше слово «тихье», которое означает «она будет». В итоге она не будет, то есть Израиль не будет с ним. Израиль не согласится с Антихристом. Так что этот план не будет успешным. Что произойдет? Посмотрите 18 стих. Потом обратит лицо свое к. В большинстве Библии сказано «островам», означая «отдаленные места», и он овладеет многими из них. Вот что он сделает. Он разгневан и разрушает другие места, отдаленные места, показывая свою силу, как его царство расширилось, как он может приходить в отдаленные места и покорять их себе, своей власти. Вот что тут сказано. Но заметьте, и офицер или командующий, он положит конец его позору. Есть два способа понимать это. Первый, этот офицер, один из его офицеров, положил конец позору северного царя, ведь он не смог осуществить задуманное. В смысле, что поднимется один командующий и он положит конец этой проблеме. Он положит конец позору северного царя, позора за то, что тот не добился успеха. И без своего позора сказано тут он возвратится. Это один взгляд. Другой взгляд это просто то, что этот офицер, этот командующий остановит позор, который северный царь накладывает на все эти другие места. Он считает, что это неправильно. И своим советом, своей рекомендацией северному царю сделает так, что тот вернется в свою столицу. 19 стих. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли. Но обратите внимание на что-то. Конец 19 стиха. Нос подкнется, падет и не станет его. Что это говорит нам? Конкретно этот северный царь не устоит. Он не будет тем, кто исполнит, осуществит цели Антихриста. Он предтеча Антихриста. Так мы видим, что он пытается привлечь Израиль на свою сторону, но не будет иметь успеха. И в конечном счете он исчезнет из ситуации. Теперь посмотрите 20 стих. В 20 стихе новый лидер Северного царства встанет на его основании, на его место. Эта идиома означает, что он примет власть вместо прежнего, и он станет навязывать ногес. Ногес это важный термин. Мы находим его в книге Исход, когда фараон назначил надсмотрщиков и поставил их над сынами израилевыми. Это слово означает сборщиков налогов. Таким образом, этот царь наложит налог, дань на всех этих людей. Для чего? Для того, чтобы сделать свое царство славным. Но и после немногих дней сокрушиться. То есть погибнет не от возмущения и не в сражении, что значит он сделает это, но не получит успеха и его не станет более. Теперь посмотрите 21 стих. В этом стихе мы видим большое изменение. Мы видим, что в Северном царстве новый лидер. И этот лидер очень значимый. этому лидеру нам надо уделить внимание. Почему? Что ж, заметьте, что тут сказано. 21 стих. «И восстанет на место его», то есть придет к власти. 21 стих. «И восстанет на место его презренный». «Презренный», не такой, как кто-то другой. «Это очень, очень плохая личность». И тут сказано, «И не воздадут ему царских почестей». То есть он не установит то, что хочет. Но он придет, как? Тут сказано, «Бе шалва». Это важно, потому что придет он во времена спокойствия. Предыдущий потерпел поражение, не был успешен. Но когда произойдет переход к власти к этому презренному лидеру, будет относительно мирное время. Он придет во время спокойствия, мира, и он укрепит царство, свое царство. А каким образом? Во многих библиях следующее слово переведено как «лесть», а буквально это слово переводится как «скользкая», «скользкая речь». Вот что оно буквально значит. Это слово означает «лесть», но также мы можем сказать «обман». Так что царство его станет сильным, но не по истине, не по реальности ситуации, а обманом. и это будет важно, поскольку мы сделаем на этом акцент через несколько минут. Смотрим следующий, 22 стих. Мы видим, что его армии, вооруженные силы, пройдут словно потоп. Еврейское слово «шитофон» означает «потоп, который приходит и разрушает». И мы читаем «Его силы пройдут как потоп перед ним, и они сокрушат». «Ейшавер» Слово стоит во множественном числе. Они сокрушат. Существует дискуссия. Эти силы сокрушат или же будут сокрушены, но вот ключевой момент. Посмотрите последнюю часть, и это будет наш последний стих в этом уроке. Смотрим последнюю часть 23 стиха. Здесь сказано «Вээгам негид брит». Это значит и также «принц завета». Во многих, на самом деле, в большинстве английских переводов сказано, что придут большие армии. Они сокрушат многое, и также сына или принца этого завета. Проблема в том, что эти стихи добавлены людьми, я имею в виду конец 22-го и начало 23-го стиха, они не являются частью оригинального текста. Кто-то добавил эти слова, если так перевести эту фразу, то получится, что принц завета также будет разрушен или сокрушен. Но это не соответствует контексту того, что будет сказано позже. Мы видим здесь, что царь этот будет очень, очень силен. Он соберет великую военную силу, и эти армии пройдут словно поток, и сокрушат многое, то есть подчинят многих людей. И в результате придет кто? В результате придет Нагид Хабрид. Из этого мы видим даже. Понимаете, слово гам в иврите можно понимать как также или даже. В этом случае я считаю и настаиваю на том, что здесь говорится следующее. когда эти армии пройдут как потоп и достигнут такого успеха, вот когда принц завета, мы увидим, что он проявится. А почему это важно? Потому что именно по причине его великой силы другие захотят присоединиться к нему. Только поняв сказанное в последней фразе 22 стиха и то, что сказано в 23 соединив их вместе, тогда и только тогда мы поймем, что происходит. Понимаете, то, где мы находимся в 11 главе книги Даниила, закладывает важное основание, дает нам правильную перспективу для понимания, что на самом деле произойдет в конце последних времен. время закончилось. До встречи на следующей неделе, когда мы продолжим изучать эту важную часть главы из книги Даниила. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем Мессии Иешуа Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.